Плата за воду в этом году может вырасти вдвое. Законопроект на этот счет подготовлен Минфином страны и находится сейчас в стадии согласования. Такую информацию сегодня публикует российская газета. Впрочем, для предприятий, экономно относящихся к воде, предусмотрены стимулирующие меры. Это понижающие коэффициенты запользования водой, если они внедряют в систему водоснабжения или обновляют очистные сооружения. Причем им дается возможность сделать это за счет государства. Сегодня основная и общая для всей страны проблема – это ненадлежащее качество водных ресурсов, отмечают эксперты. Проблема женихватки воды носит локальный характер. Для ее решения хотят внедрить новую целевую программу развития водохозяйственного комплекса, рассчитанную до 2020 года. Федеральный центр планирует выделить регионам 520 миллиардов рублей. Программа должна решить несколько задач. Это строительство новых водохранилищ и реконструкция действующих гидроузлов, а также снижение загрязнений и экологическая реабилитация водных объектов. Кроме того, если предприятия за счет инвестиций будут строить очистные сооружения, государство будет субсидировать процентные ставки по кредитам. Круг лиц, которые могут участвовать в программе, не ограничен. Мы надеемся, что этот механизм будет востребован и поможет решить амбициозную задачу по сокращению. К 2020 году объема загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты, в два раза, говорят в Минприроде.